Мои приветствия, друзья! С вами Фрунзо Владимир и народный канал Григориополь ТВ. Привет! Итак, в Григориополе у нас очередное ЧП государственного значения. Это юмор, конечно, но хищение государственной собственности тоже карается по закону. Нынче ночью с 8 на 9 ноября с новой клумбы, которая была высажена за Карла Маркса 180, эта девятиэтажка у нас, было похищено 8 кустов турии, господа. Курсую сразу сходу, да. Был вызван РОВД, составлен протокол и тому подобное. Розы, помнится, у нас нашлись, да. Кто это у нас совершил такое доброе деяние? Я так предполагаю, что найдется и здесь. Ибо я все понимаю, можно украсть кусок хлеба. Не то, что можно, некрасиво. Но если нечего кушать, да, приходится что-то делать для того, чтобы покушать. Но это еда, это потребность организма. Туи же, я думаю, что кушать никто не станет. Соответственно, это была потребность сделать бизнес или просто чей-то заказ. Где можно использовать туи? Во дворе, как во дворе, в частном секторе. Скорее всего, кладбище и тому подобное. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Была высажена новая клумба. Вы наблюдаете, вот, кустики. Простит меня Вальдемар Лорионов. Просто имели представление, что именно у нас украли. Вот такие свежевыращенные туи. И они у нас были на протяжении всей клумбы. И вдруг посередине у нас их не стало. Вот они высажены с определенным интервалом. Здесь приблизительно через каждые три метра. С моей точки зрения, вроде как три. Может быть, больше. Но Также были высажены розы. Они сейчас прикрыты землей. Но по росткам можно пронаблюдать. То есть, в будущем году клумба обещает быть очень-очень красивой. Таким образом делается все для того, чтобы город выглядел как можно лучше. Да, забыл сказать. И возле школы еще пять туи тоже были украдены. Напротив, также у нас заведение, которое я называю испорченное настроение. Ибо заказы делаются очень-очень долго. Но это следующая часть маргизонского балета. Бог даст, они когда-нибудь научатся работать. Пока не умеют. Но И вот начинается, господа. Вы видите, интервалы здесь, в эту сторону. А теперь в эту сторону. Пошла тишина. То есть, видите, пустота. Ну и что? Наелись туй, друзья. Так сказать. Хотя таких друзей за что-то и в музее. Все же делается для людей. Для того, чтобы было красиво. И вот. Здесь участок выкопаны. Здесь все в норме. С соблюдением интервала. Все хватает. И вот он, следующий участок. Буквально с тишиной. Да. Можете пронаблюдать. Вот она. Последняя туя. И следующая аж возле столба. То есть, здесь их должно было располагаться еще где-то штуки три. Как минимум четыре. Ну и крайний тоже. Видно, что посередине нету. Здесь тоже должно было штучки две. Вот. Одна. И далее у нас идет пустота. От этой туи до той тоже должно было быть что-то высажено. Ну, как обычно. Да. Народ грегребли у нас. И сам не уважает свой труд. Да. И другое. Чужой не берегут. Теперь вопрос. До каких пор все это будет продолжаться. Извините за выражение. Мыши позорные. Мы же таким образом никогда не добьемся того, да, чтобы наш город выглядел хорошо и нормально. масса слов, которые хотелось бы сказать в данный момент, но нет никакого желания. Да, абсолютно. Ибо нецензурная речь у нас запрещена как таково. Хотя можно. Определенное количество Ютуб позволяет. Да, они прекрасно понимают, что русские, по-другому они разговаривать мы не умеем. Да. Приходится иногда вставлять добрые, ласковые слова. Да. Ну что, будем надеяться, что все-таки данный конфликт, вернее, данная ситуация разрешится положительно. Туи будут возвращены на месте. В любом случае, Ларионов с компанией Зеленение, да, все равно вернет их на место. Да. Что запланировано, то и будет. От целей люди не отходят. Они болеют за Григорьополь. в отличие от всех остальных. Которые, допустим, я сейчас речь веду именно о этих людях, которые украли эти Туи. Это хищение. Это статья. Да. Поэтому имейте в виду все желающие что-то выкопать с клумбы, что это все карается законом. На этой не особо положительной ноте я заканчиваю наш репортаж. Да. Хотя нет. все-таки я нашел положительную тему. Сегодня в Григорьополе отмечается День Молодежи. В 12.30 буквально через час где-то будут мероприятия для детей. Приходите родители вместе с детишками. Будут аквагрим, рисование на асфальте, временное тату и тому подобное. То есть развлечение для детишек. Хотя временное тату я так и не понял, зачем детишкам. Ну сейчас детишкам многие прикалываются с этой штучкой. Я бы не хотел, чтобы развивалась татуировка. Ибо ребенок, если привыкнет, он вырастет и все равно будет себе бить настоящие татушки. это это их тела. Это их дело личное. Да. Вот нашел положительную тему. С днем молодежи. И хоть нам по 40 с гаком, мы все равно ощущаем себя в душе всегда молодыми. Всегда молодой душой. Хотя и тело иногда подводит. Да. Не без этого. Засим прощаюсь с вами. С вами был народный корреспондент Фронтзо Владимир и народный канал Григориополь ТВ. Ставьте господа лайки либо дизы. Подписывайтесь на канал и вы будете в курсе последних григориопольских новостей. До новых встреч. Пока. Виват. Победа. А школьные каникулы уже не за горами. И чем детишек вам занять решают папы с мамами. Как от компьютера отвлечь, побегали, чтоб и поиграли. Решение есть. Питбольный клуб наш снайпер. Вы их поиграть к нам приводите. Все снаряжение в комплекте есть для каждого. Бронежилет на тельне, форма, маски. Ведь сами помним, как играли малой мужик. Такого отдыху и фишки будут рады. снаряжение снаряжение снаряжение